Девочки и конструкторы Ситуация в корне изменилась в 19 веке. Это эпоха золотой век кукольной промышленности. Красивые, реалистичные до мельчайших деталей, порой даже вычурные. Этими куклами и сейчас залюбуешься. Правда, поиграть в них мог далеко не каждый малыш. Куклы стали предметом роскоши. Шедевры обходились недешево, со временем их цена только росла. За отдельные экземпляры коллекционеры и сейчас готовы платить астрономические суммы и даже ехать на другой конец света. В эфире программа «Наш Гиннес» в студии Елена Сергеева. А поговорим мы сегодня о фарфоровых куклах. Несколько веков назад фарфоровая кукла могла появиться только в зажиточном доме. Такого обилия игрушек, как сейчас, и представить было нельзя. Девочки играли с одной и той же куклой годами. Со временем фарфоровые куклы из детской забавы превратились в элемент интерьера. Их начали коллекционировать, бережно хранить на полках, доставать только по праздникам. История фарфоровых кукол началась в середине 18 века. Первыми их стали делать мастера из Франции, Германии и Италии. Следующие два столетия стали периодом расцвета и распространения фарфоровых красавиц по всему миру. Пик производства с 1750 по 1930 годы. Эти игрушки не фабричная штамповка, их делали исключительно вручную. Куклы всегда были модницами, все тенденции отражались в их туалетах и украшениях. К некоторым экземплярам прилагалось целое приданное – косметика, зонтики, сумки, шляпки, а порой и целый дом с мебелью и посудой. Все как настоящие и сами куклы. Реалистичность фарфоровых лиц поражает воображение, усиливает впечатление глаза, их делали из стекла. Причем каждая фарфоровая красавица имела свой цвет радужки, и он не повторялся. В конце 18 и начале 19 веков такие куклы появились и в России. Радовать своих дочек могли позволить себе дворяне и купечество. Сегодня спрос на них не уменьшается, скорее наоборот. Как и несколько десятков лет назад, в цене – реальность образа и ручная работа. За такие экземпляры многие коллекционеры готовы отдавать не одну тысячу долларов. Если не брать в расчет цену, такие куклы – отличный подарок и украшение интерьера. С фарфоровыми куклами связано немало легенд. Их наделяли мистическими качествами. Эти игрушки окутаны тайной, но от этого менее красивыми и интересными не становятся. Коллекционеров много, и один из них приехал в нашу республику. Марина Политова с детства была увлечена миром искусства. И уже 18 лет собирает фарфоровых кукол. На выставке экземпляры кукол из Германии, Франции, Японии, США и России. Вечно юным красавицам на самом деле больше века. Не смогли побывать на выставке лично? Не расстраивайтесь. Смотрите нашу передачу и вместе с корреспондентом отправляйтесь. Путешествие в мир кукол. Данная выставка уникальна тем, что, во-первых, она является частью достаточно большого собрания. Моя коллекция насчитывает почти 800 кукол. И жемчужиной этого собрания является как раз-таки кукол 19 века, которые представлены здесь. И этих жемчужинок маленьких вот среди представленных экспонатов, надо сказать, немало. Большинству кукол, которые представлены здесь, более 100 лет. Есть те, которым 150, есть те, которым почти 200 лет. И это действительно жемчужинки маленькие, которые у нас есть. На выставке представлено головное украшение из жемчуга. И вот он так нанизан на атласную ленточку. Вот я всегда представляю, что мои куклы также из года в год нанизываются, как вот это украшение. И в итоге превращаются в очень красивый, да, превратают в очень красивый и законченный вид. Но наша выставка имеет различные тематические блоки, которые рассказывают, например, о том, как производились куклы. О том, какие были куклы во Франции, какие в Германии, какие в других странах. Какие были куклы-дамы и чем от них отличались куклы-младенцы. Как сочеталась кукольная, женская и детская мода. Но также, придя на выставку, можно узнать различные секреты, почему, например, не было кукол мальчиков. И они практически не представлены на выставке. А также о том, из чего состоит кукольная голова и что в ней размещается. Например, увидеть то, что куклы даже носили сережки, у них были зубы и даже язычки. Ну и много-много другого интересного. У него флиртующие глазки. Следите за ними. Будет? Ну, пожалуйста. Вот, да? Туда-сюда глазки у него. Это называется флиртующие глаза. Вот такой жизнерадостный малыш. Первый из композитных. Это 1900-е, ну уже больше даже 10-е годы. Да-да-да, флиртующие. Посмотрите, даже анатомически, да, вот дети, они рождаются с этими перевязочками. Ну и, собственно, он очень легко ложится в руки. Его можно прижать, его можно покачать. Он полностью практически соответствует ребенку. На данной выставке представлено несколько очень значимых и ярких экспонатов. Среди них, например, русская кукла в роскошном костюме. Она венчает нашу экспозицию. Среди них, например, редкий очень малыш одной из немецких фирм, характерный малыш, который появился в 1909 году. В моей коллекции присутствует эта кукла, которую я искала несколько лет. Также присутствуют, например, куклы большого размера. Это тоже достаточная редкость. Почти метровые куклы конца 19 века. Более того, есть восковая кукла, которой почти 150 лет. Ну и продолжать этот список я могла бы долго, потому что в каждой кукле есть что-то уникальное. Есть более типовые экспонаты, но, конечно же, они дополняют некую историю, и без них она была бы тоже неполна. Моему увлечению, которое в последние годы стало настоящей профессией, исполнилось 18 лет. Я шучу и говорю, что это своего рода такое совершеннолетие. И, наверное, к нему я обязана была прийти с каким-то осмыслением этой коллекции, осмыслением той деятельности, которую я начала вести. Началось все действительно 18 лет назад. На мой 13-й день рождения мама подарила мне очень красивую куклу с фарфоровым лицом. Она была современной, но на тот момент в России таких кукол было буквально несколько штук. А в мире их всего существовало около 500. Ну и, собственно, я увлеклась этой красотой. Она начала развиваться. И тем я избрала свою профессию искусствоведния. Обратилась к куклам авторским, которые существуют в единственном экземпляре. Потом все шло по нарастающей. Я начала очень много писать для различных изданий о куклах. И поняла, что я совсем не знаю историю. Углубилась в историю, пришла к куклам 19 века, начала коллекционировать их. Сегодня коллекция приобретает все больше и больше размах. У нее есть свои цели. Я хочу проследить различную типологию кукол, которые производились в определенные периоды времени. Сегодняшняя выставка датирует кукол от 1830 до 1930 годов. Целый век кукольного производства. Разные материалы, разный возраст кукол, разные атрибутики. Все это прослеживается в интересную историю, которая является не только неким историческим фактом, но и памятью, некими эмоциями, которые мы можем возродить из того самого далекого 19 века. Источники попадания кукол в коллекцию, их не так уж много. Это аукционы, как очные, так и, например, интернет-аукционы. Это, конечно же, блошиные рынки, на которых становится все меньше нужных экспонатов. Это, конечно же, те люди, которые где-то находят эти предметы и тебе перепродают. Вот, собственно, и все из источников поступления. Это практически каждодневная работа, когда ищешь, ищешь, ищешь то, чего еще нет. Одна из кукол, из которой я просто гонялась по всему, можно сказать, интернету, по миру на тот момент я не могла ездить. Я ее ждала три года, чтобы она появилась в продаже. Потом я вставала в 4 утра, чтобы не пропустить аукцион с Америкой. Мне будила вся семья, чтобы я, наконец-то, выиграла этого малыша. Естественно, аукционы – это всегда непредсказуемо, и цена может взлететь до той, на которую ты не готова. Ну, слава богу, ночи в России было мало тех, кто решил проснуться в 4 утра. Мне удалось выиграть эту куклу, заполучить ее в коллекцию. И вот про каждую куклу я могу рассказать, наверное, очень много. И ни одна из них практически не попадает просто так. За какой-то я еду в другой город, за какой-то я иногда даже еду в другую страну. Какую-то я очень жду по почте, когда она приедет. Есть даже такие истории, когда они теряются в пути, и это очень печально. Ну, собственно, сколько радости, столько и грусти от этого. Мои родные, собственно, растворяются точно так же, как и я в этом во всем. Основной костяк этой коллекции – это я, моя мама и моя бабушка. Я, понятно, идейный вдохновитель, исторический такой цензор, поисковик этого всего. Мама мне очень помогает физически с нашими выставками. Бабушка помогает создавать костюмы. Это тоже очень интересный и сложный процесс. Ну, а, собственно, мужская половина – куда ей деваться? Мой муж появился, как я всегда говорю, у меня позже, чем мои куклы. Поэтому, знаете, когда женишься на женщине с ребенком, ну, ты это или принимаешь, или не принимаешь. Вот, собственно, то количество детей в виде куклы, которое у меня было, ему оставалось только принять. Потрясающее итальянское место. Субтитры создавал DimaTorzok Задумчивые, мечтательные, немного печальные барышни и малыши буквально притягивают взгляд посетителей. Каждая кукла уникальна, у каждой своя история. Возраст некоторых экземпляров в десятки, а то и сотни лет. Да и биографии фарфоровых малышек впечатляют. Если вы хотите стать участником нашей передачи, пишите, звоните, контакты можете видеть на экране. В студии была Елена Сергеева. Увидимся во вторник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok